Они помнят всё, что происходило с ними в годы войны. Непосильная работа в тылу, голод, печальные вести с фронта. И всё это ради того, чтобы ранним утром 9 мая услышать о долгожданной победе. Историю Великой Отечественной войны рассказывают те, кто мальчишками и девчонками пережили все тяготы тех лет. В этот раз в лицее номер 3 перед юными зрителями выступил Сулейман Фаизулин. Когда началась война, ему было 5 лет. В деревне перед войной всё было хорошо. И праздники проходили. Сулейман Шакирович рассказал ребятам о своей семье. Его отец погиб на войне, и матери приходилось много работать, чтобы прокормить детей. В шестилетнем возрасте мальчик ухаживал за грудным ребёнком. Особое внимание на встречи со старшеклассниками Сулейман Фаизулин уделил своим школьным годам. Когда пришёл, мне сказали, зачем же пришёл? Ты же ещё маленький. Я говорю, у меня две причины. Во-первых, надо писать письмо папе, чтобы на фронте он мог читать. После окончания войны мужчина вступил в ряды советской армии в городе Арзама-16. После работал в федеральном ядерном центре. Полную историю Сулеймана Фаизулина и других детей войны можно прочитать в книгах «О палённой войной. Дети войны и победы». Существо «Дети войны» недавно издало второй сборник воспоминаний детей войны. То есть это те людей, которые собственными детскими глазами видели войну. Либо на линии фронта, либо далеко за линией фронта и так далее. То есть ощутили на себе все тяготы войны. Следующая встреча общественной организации «Дети войны со старшеклассниками» пройдёт 20 декабря в лицее номер 3. Светлана Сунцова и Нина Колыханова расскажут ребятам о своих детских воспоминаниях. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей. СОРУВ-24.